Видите, мне кажется, красота важнее, потому что, очевидно, интеллект добра не доводит. Если бы у меня был нормальный инстаграм с жопой, я люблю Россию как страну, как людей, менталитет, шутки наш, юмор, язык. Сейчас плакаю точно. Москву люблю. Во-первых, когда они узнают, что я спортсменка, начинается первое. «Ой, я тоже смотрела фильмы «Карус», я все знаю вообще про допинг. Ну что, вам тяжело, да, там вам все говорят, что как делать нужно, у вас нет выбора. Вас ведь заставляют, наверное. И все на скорость пересядем, будем тренироваться». То есть, как бы, понимаешь, о чем я, да, она потом говорит, что у нее это окей, быть с синдромом дефицита внимания и как бы употреблять этот ролл для тренировок. Нет никакого к нам доверия, к России, к русским, потому что настолько непредсказуемо себя ведем, мне было страшно. Ну, расскажи тогда, где ты сейчас вообще находишься, как дела? Да, нормально. Я тут, мне кажется, в последнее время со своими историями с Бидоном как-то хайпануло, и народ начал меня спрашивать, где я нахожусь, вообще что происходит. Потому что на прошлой неделе никто ничего не спрашивался, на этой неделе уже несколько интервью было. А я в Португалии, мы за городом где-то в сорока минутах от Лиссабона в деревне живем. Почему там? Ну, Вик просто был уже в Европе, я была в Англии, в Англии оставаться было не вариант, в Австрии тоже мы приехали сюда, потому что границы закрывали уже везде, и мы хотели... У меня просто был отпуск на месяц, и мы хотели поехать. Ну, короче, в итоге мы застряли здесь немного. Ну, мы, в принципе, планировали так сделать. Застрять немного. Смотри, давай объясним тем, кто сейчас будет потихонечку подсоединяться, что вообще происходит. Это у нас новый формат интервью. Тут Алена Заварзина, чемпионка мира, прекрасная девушка и очень разносторонний человек. Да. С другой стороны экрана я, Владимир Иванов. Мы делаем интервью для Спортэкспресс. Вы можете кидать свои вопросики. Те, которые будут классные, они будут озвучены. Алена на них обязательно ответит, и вот мы так все вместе, большой компанией, можем пообщаться. Алена сейчас, если кто не знает, уже не активная спортсменка. Она сейчас активная студентка. Учится в Лондоне. Центральный колледж искусств и дизайна, да, правильно я назвал? Святого Мартина. Вот, вот. Да, да, да. Расскажи, как там вообще обучение проходит? Какой формат, как это все выглядит? Это же отличается от того, как, ну, вот в России принято думать о универах стандартных? Ну, да, это сильно отличается, потому что тебе не говорят, что делать. То есть тебе дают задания, дают ресурсы и говорят, иди подумай. Ты думаешь над заданием, над брифом над своим. И, по сути, тебе никто не говорит про твои успехи, там, справился ты или нет. Тебе не говорят, молодец ты или не очень. И поэтому ты можешь ориентироваться только на свой прогресс и просить все документировать, чтобы ты постоянно делал такую рефлексию, где ты начал, где ты закончил, чтобы ты мысль свою все время развивал. И как бы учить тебя концептуально мыслить. То есть в отличие от российских университетов это сильно отличается, потому что в России тебе вот должна быть явка, ты должен прийти. Если ты не пришел, то ты попал, тебе нужно брать какие-то эти, чтобы зачеты, там, пересдавать эти задания всякие штуки. Ну, если ты, там, пропустил, тебе нужно на зачет, тебе нужно сначала на контрольную неделю сходить, потом тебе нужно сдать зачет, после зачета тебе нужен экзамен, потом тебе нужно... Ну, короче, целая история. Здесь нет экзаменов, нет сессий, есть просто сдача проекта, и сдача проекта происходит, вот есть дедлайн, ты сдаешь дедлайн, если ты не успел сдать дедлайн, тебе нужно объяснить, почему ты не успел, и оценка сильно снижается до этого. Но сейчас у нас как раз на следующей неделе начинается летний семестр, и летний семестр переходит в онлайн, то есть нам прислали письмо уже, что сейчас все будет в онлайне, что изменится полностью, не будет оценок за летний семестр, и, короче, можно будет, типа, где-то застрял в карантине, оттуда и заниматься. Ну, а правильно понимаю, что смысл такой, что вообще неважно, как ты учишься, ходишь ты на занятия, и откуда ты берешь знания, главное, чтобы они у тебя были, чтобы ты понимал, как нужно что-то делать? Ну, не совсем, то есть ходить на занятия все равно нужно, то есть они все равно следят за теми, кто приходит, и как бы они всегда говорят, вы думаете, мы не замечаем, кто не ходит на занятия, мы замечаем. На самом деле это ваша потеря, что вы не находитесь в университете, потому что мы пытаемся развить культуру студийной работы, плюс, если ты, как бы, Сент-Мартинс это очень хороший нетворкинг, и для многих даже строчка в резюме такая, если у тебя есть, что ты в Сент-Мартинс учился, то очень помогает запустить карьеру в этой индустрии, в креативной индустрии. Соответственно, если преподаватели знают, что ты, как бы, ходишь на занятия, они воспринимают тебя серьезно, и если они воспринимают тебя серьезно, они могут тебя порекомендовать уже в индустрии, если кто-то будет приходить и спрашивать, например, кто у нас тут хороший дизайнер по айдентике, или кто у нас, как бы, хорошо делает веб, и так далее. Поэтому они могут тебе порекомендовать, соответственно, то, что ты вложишь, то ты и получишь в итоге. Плюс у них очень огромные ресурсы есть, в колледже есть станки разнообразные, там, печатный станок есть, то есть есть шелкография, есть огромная библиотека, самая большая библиотека, которая была по искусству, компьютеры, короче, сканеры, диджитал печати, куча всего есть, и приходи, пробуй. Есть комната для фотографий, как называется, dark room, ну, короче, темная комната для печати фотографий из пленки и проявления пленки, и, в общем, это моя любимая часть колледжа, я туда часто дохожу. — Вопросик тут был уже, дорого учиться в таком месте? — Ну, недешево. Настя Чиганева спрашивает, как будет тако по-португальски. Тако, оно такое. — Ты там квартиру снимаешь, ты же вряд ли в каком-то там студенческом общежитии, еще с десятью человеками живешь, аж как где? — В Лондоне? Я живу, да, я снимаю комнату с друзьями в квартире у друзей, соответственно, то есть нас там четверо. Ну да, поэтому как бы я не хотела оставаться в Лондоне, потому что у нас достаточно небольшая квартира, четверо человек, и... Я, конечно, может быть, и могла бы снимать квартиру сама, но я решила как-то немного подужаться, и, в общем-то, вместе веселее. И сейчас они все болеют коронавирусом, поэтому я вовремя уехала. — Вот, это точно. Как там по утрам очередей не бывает? Туалет, душ? — А, ну у нас вот одна ванная на двоих, и как бы... — Ну на двоих еще ладно. — На двоих это нормально, да, но как бы... Ничего, на сборах жили и нормально было, такая же история. — Как тебе Лондон вообще? Потому что вот у меня есть знакомая, которая тоже там училась, и она говорит, что город классный, вроде все хорошо, но она так там и не стала своей. То есть, ну там, с ее слов есть четкое разделение, британец ты или приезжий, неважно откуда. — А так и есть, да. — Как у тебя? — Там есть такая тема, что местные не особо тебя берут в свой круг общения. Мне повезло, что я живу с англичанами, и у меня хоть какой-то есть вход в английскую среду. Потому что многие русские, кто приезжают даже учиться, они между собой начинают общаться. Китайцы общаются между собой, русские между собой общаются, и британцы общаются тоже между собой. Ну, как-то так вот такая просто есть тенденция. Просто по менталитету мы не особо сходимся, так понимаю. Потому что очень часто там любят так делать, типа, да, обязательно давай встретимся, обязательно встретимся. Ой, точно обязательно встретимся, в итоге никто не встречается, и это как бы нормально. То есть ты им пишешь, ну так что, встретимся, а они как бы не имели этого в виду, а ты думаешь, что как бы просто там очень все-таки вежливые, что никто не может тебе сказать в лицо, что им с собой неинтересно вообще видеться больше никогда. Поэтому, в принципе, я впервые почувствовала полное отсутствие интереса к себе в компании. То есть ты там настолько никто вообще, что аж как-то не по себе становится. Плюс в университете сначала тоже было. То есть я пыталась вести себя как, ну как бы из толпы не выделяться особо, но потом начались вокруг меня лет и так далее. И вот в итоге, короче, закончилось все тем, что я показала там свой фильм, и, ну то есть я не специально там ходила и показывала его, попросили показать фильм, и в итоге теперь все знают, кто я, и как бы инкогнито уже не удастся походить. Это хорошо или плохо? Мне стало полегче, да, потому что мне было тяжело. У меня были такие проекты там с некоторыми 19-летними ребятами, которые как бы вели себя как удавшиеся арт-директора и указывали мне мое место. Но они не совсем как бы... Я не совсем работаю в таком формате, поэтому... Я боялась как бы мне не стать обидчиком в этой среде, как бы на меня не нажаловали, что я прессую молодежь. Поэтому я сдержалась, я прям скрипя зубы прям так... Прям ничего не говорила им в ответ. А там вообще спортсмены есть? Потому что, ну, вот ты такое направление выбрала, которое не очень популярно для продолжения карьеры бывших спортсменов. В принципе, кто вот люди, которые учатся в этом универе? А, кстати, там вот есть одна бывшая сноубордистка, которая тоже на Олимпиаде выступала из Словении. Она на фэшн не учится. Мы с ней вместе в Ванкувер ездили еще в 2010 году. И я следила за ней. Но она не из Лалома, она из фристайла. И я следила за ней в Инстаграме. И я смотрю, что она вроде как бы в Сен-Мартнице. Потом я увидела ее в типографии у нас. И я говорю, слушай, это ты же вот эта вот... Силка Кадар. Она такая, да, типа, это я. Я говорю, слушай, мы же ездили на Олимпиаду вместе. Она говорит, ну, я просто... Говорит, она в Сочи травмировалась на Олимпиаде. И ушла учиться на фэшн в Словении. Потом переехала, типа, учиться на магистратуру в Англии. Поэтому у нас двое. Но вообще спортсмены, конечно, не очень креатив любят. Ну да. Слушай, а вот по поводу Лондона. Если там, ну, вот все вот так вот, что есть такое более-менее четкое разделение свои и не свои, как получается, что куча российских олигархов, когда что-то случается в России, едет именно в Лондон? Почему там так хорошо? Я так и не поняла, я так и не поняла эту тему, потому что у меня есть, как бы, друзья там русские, естественно, и, как бы, некоторые из них, они, ну, вот, учились, например, в детстве в Англии, там, или, там, у них родители, вот, как бы, любят туда поездить и так далее. В общем, очень такая большая привилегия. У меня такого не было. То есть, естественно, я в Англию, как бы, 10 лет не попала. Я первый раз приехала в Англию в 25 лет. И, как бы, я тоже вот с тобой согласна на то, что почему-то так повелось, что, как бы, Англия такая страна, куда любят ездить русские олигархи. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что... Я не знаю, как это объяснить. Возможно, с тем, что очень престижные колледжи в Англии. И очень хороший уровень жизни, если у тебя есть деньги. Возможно, все связано именно с колледжами. Потому что считается, что если, ну, как бы, если ты ребенка хорошо образовал, да, то он, у него все в жизни сложится. В принципе, так оно и есть, конечно. Если ты не можешь контролировать, там, как у него будет с личностью и как у него будет с характером, то хотя бы ты можешь приложить усилия в, как бы, обеспечении благоприятной ситуации для образования и отдать ребенка, там, в какой-то мега-классный колледж в Англии или в Америке. Поэтому много русских там, наверное, учится, училась. Когда ты будешь олигархом, ты куда поедешь? Вот это хороший вопрос у Трифонов. Йоу, Зина. Да-да-да, Илюха. What's up, man? У него галочка вот эта вот светит мне прямо в лицо. Я вижу, как у него... Блестит, да, прям ослепляет все это, смотрит. Блестит мне прямо просто. О, верифицированный Инстаграм. Классно тебе живется. Как бы, если... Мне кажется, после коронавируса вот реально задумываешься, куда ты поедешь? Где бы ты хотел жить после всего этого? Это как будто такой фильтр, который вот сразу расставит по своим местам все страны и все, как бы, все города. Если у тебя будет возможность, да, типа, если ты, как бы, сможешь себе это позволить, куда бы ты поехал жить? Вот кто лучше всех из коронавируса выйдет, туда и поедем. Просто на Северный полюс дачу строить. Потому что в итоге, как выясняется, богатые тоже плачут. И неважно, где-то там в Нью-Йорке, в Лондоне, в Шанхае или в Москве или где-нибудь в маленьком городе. Неважно, потому что все одинаково будут болеть. И у тебя был хороший уровень жизни, а потом ты заболел и умер. И все, и не попал в госпиталь. И что теперь делать? Ну, будем надеяться, все вернется более-менее на круги своя. Кстати, как думаешь, вернется? Или мир уже другой будет, когда мы выйдем из всей этой истории? Мне кажется, мир уже будет другой. Мы как раз тут думали по поводу, с подругами, по поводу того, как... Когда была история с Олимпиадой, будет ли она в этом году или нет и так далее. Когда один из членов Олимпийского комитета сказал, что Олимпиаду не будет переносить. Ее не отменят, но ее, скорее всего, перенесут. Ну и, короче, мы думали о том, что даже если Олимпиаду не отменят в этом году, как это будет для спортсменов. Мы такие представили себя, как спортсмен, заросшие поля, пылью покрытые спортивные залы, снаряды там все лежат в такой шелухе. И тут, значит, Шубенков проносит у себя по кридору через барьеры, короче. Мы сразу себе представили, как народ, как спортсмен тренируется на летнюю Олимпиаду у себя дома. Как это была бы хорошая реклама для какого-нибудь большого спортивного бренда. Но, мне кажется, мир отойдет быстренько от всего этого и будет как раньше все. Смотри, ну если продолжить рубрику «Познаем мир соленый-заварзенный», еще одна такая страна, которая для всех более-менее знаковая, Штаты. Для некоторых она считается такой голубой мечтой. Вот недавно я смотрел какое-то интервью Артемия Лебедева, который суперпутешественник, побывавший во всех странах мира. Он сказал, что, типа, да вы что, какая-то суперстрана, там не свободы больше, чем в России. Это вообще полицейское государство, и я никому не рекомендую всерьез и надолго оставаться. Ты, если я не ошибаюсь, чуть ли вообще у тебя был период, когда год практически жила, да? То есть ты погрузилась более-менее полностью в эту среду. Какая твоя позиция на этот счет? Ну, да, я раньше тоже думала, что в Америке классно и было бы хорошо там жить, но потом сильно, когда я пожила там год, я поняла, что непонятно, на самом деле, где лучше, потому что, с одной стороны, у тебя есть инфраструктура и там какие-то очень хорошие продукты, которые ты там можешь себе позволить по такой же цене, как в Москве, например. А с другой стороны, ты там никто, и как гражданин ты там никого не интересуешься, ты второсортный гражданин, то есть у тебя нет никаких прав. Если ты там не родился, то ты ни на что не имеешь права. Плюс есть, как бы, прецеденты ограничения свобод, там, в зависимости от, ну, какой-то предвзятости по расе, там, и так далее, например. У нас такого, как бы, в России не особо большое количество, потому что все как-то более-менее, как бы, как сказать, тяжело говорить о расе, да? У нас, например, нет афроамериканцев, да, соответственно, потому что мы, ну, особо, потому что мы живем в России, соответственно. У нас, как бы, таких ущемлений нет, например, как в Америке и в Англии. Но проблема расизма, на самом деле, везде очень большая. Не то, чтобы это меня сильно касается, да, но, как бы, участие сейчас в этом университете, где все очень политаректные. Естественно, мне приходится об этом говорить. И, как бы, естественно, не за этого я буду, там, убирать страну. Я очень сильно отошла от того, с чего я начала, да, что жить в Америке не очень приятно, не очень классно. Ничего страшного. Не так хорошо, как мы думаем, да. Как бы, единственное, что меня смущало, действительно, это то, что я там никто. И, как бы, у меня нет никаких прав. И если со мной что-то случится, там, какой-то, ну, какая-нибудь ситуация, там, если меня, там, собьет машина, например, не дай бог, или я, там, попаду в больницу, то, как бы, что я буду делать и как я буду жить. Но, на самом деле, в России тоже не очень хорошо будет, когда тебя собьет машина или, когда ты попадешь в больницу. В общем, я даже не знаю, где страшнее жить-то в этом плане. Но не хочется, чтобы плохие вещи с тобой происходили, но, к сожалению, они все равно происходят. Поэтому нужно выбрать такое место, где ты как-то более-менее можешь знать, где подстелиться. Поэтому, не знаю, ты можешь задать еще какой-то вопрос, я как-то потерялась. Ну, смотри, смотри, вот, вообще, в принципе, Россия – это страна, в которой тебе наиболее комфортно жить. Россия? Да. Ну, вот, что ты здесь себя чувствуешь максимально спокойно и понимаешь четко, что будет и как вообще все это происходит. Знаешь, как все здесь работает. Я бы не сказала, что я чувствую себя максимально спокойно в России. Я не знаю. Я не в плане безопасности, а в плане понимания ситуации вообще. Вот в плане безопасности я чувствую себя спокойно в России. Например, в Москве я чувствую себя спокойно, когда я хожу по улице, например. Но в плане будущего я вообще не уверена. Но, как бы, я достаточно тревожный человек, я вообще, в принципе, не уверена в будущем. Я просто так много всего видела, что мне с трудом верится, что где-то может быть спокойно вообще. Я, конечно, не говорю про войну и ни в коем случае не сравниваю, но ты никогда не знаешь, когда будут новые санкции, когда кто-нибудь из политиков совершит какую-то новую вещь интересную, которая может привести к каким-то последствиям. Я говорю сейчас не только о России, а о той же Англии и Америке, когда просто ты видишь, как люди принимают решения, и из-за этого просто вся страна как бы расхлёбывает потом, потому что они как бы пережили через это, перешагнули и нашли способ, а все остальные, кто остался внизу, они попадают. И я не знаю, на самом деле, у меня нет чёткой уверенности вообще ни в чём. Я пытаюсь просто как бы найти какое-то место, где меня бы максимально не трогали. Ну смотри, ты вот, особенно в 2018 году, когда вся эта тема была с нейтральным флагом, многократно говорила, я патриот, я люблю Россию. Вот для тебя что значит вообще вот этот патриотизм? Я люблю Россию как страну, как людей, место, менталитет, шутки наш, юмор, язык, наших спортсменов я люблю, сейчас плакать точную, Москву люблю. Но как бы, но некоторые решения, которые принимает государство, я, кто-то, да, я не как бы чувствую себя неоднозначно по этому поводу. Но это нельзя сравнивать, потому что, на самом деле, я сейчас живу в Англии, да, и учусь, временно живу, учусь, естественно. Но когда люди узнают, что я из России, начинается, ну, во-первых, когда они узнают, что я спортсменка, начинается первое. Ой, я тоже смотрела фильмы «Карус», я все знаю вообще про допинг. Ну что, вам тяжело, да, там вам все говорят, что как делать нужно, у вас нет выбора. У вас ведь заставляют, наверное. И, как бы, на Западе никто не уверен, что Россия сделает в следующий раз. У нас нет никакого к нам доверия, к России, к русским, потому что настолько непредсказуемо себя ведем, и никто не может понять, какие у нас вообще мотивы ни в чем, ни в спорте, ни вообще ни во всем остальном. Поэтому, естественно, мне достаточно тяжело, потому что каждый разговор в какой-то светской среде в Англии сводится к политике, которой я вообще, на самом деле, не про политику, я плохо знаю историю и, как бы, не особо понимаю причинно-следственные связи. Смотри, ну а пропаганда на с обеих сторон действует? Ну вот в России, часто говорят... Абсолютно. Камон, абсолютно. Так же все думают, что... Ой, это просто, я не знаю, это новости, это, блин, это... BBC говорит одно, переворачивают все с одной стороны, CNN с другой стороны, Fox с третьей стороны, первый канал с четвертой стороны. Все друг на друга катят бочки, это в каждой стране, неважно. Англия катит на всех, думаю, что у них есть какое-то свое мега-место, которое решает контроль во всем мире, да, типа порядок мира. Соответственно, у Америки эксклюзивность по поводу решения вопросов в мире, и Россия, как бы, главное, чтобы на нас не напали и не отобрали то, что у нас есть, потому что все нас пытаются зажать, чтобы самая большая, самая богатая страна по ресурсам. Короче, в итоге, я сейчас не хочу, типа... Ну да, это слишком сложно дальше. Я не эксперт в геополитике, вообще просто, ни в коем случае даже не думайте, что я претендую на это, но, как бы, пропаганды есть везде. Единственное, что отличает людей друг от друга, это, есть ли у них какое-то критическое мышление свое или нет, и кого они послушали, и в кого они верят. Ну, смотри, вот ты, как человек широких взглядов, который с разных сторон на ситуацию посмотрел уже, и на разные ситуации. Вот какая-нибудь одна вещь, которая тебя напрягает в России, которая, вот если изменить, чуточку лучше станет жить у нас? Я не знаю, на самом деле тяжело. Вот как ты, как ты ответил на этот вопрос? Например, сказали не выходить из дома, народ поперся в парке. Что теперь сделали? Теперь запрещают на 100 метров от дома выходить. Кто виноват? Стоило ли бы, стоило бы такие меры применять? Или нет? Как бы, чересчур контроля много, или нет? Или если народ не сказать, что им грозят штрафы и так далее, они все просто выйдут и жарят шашлыки. То есть, я не знаю, на самом деле, потому что Россия не эксклюзивная, где так происходило. В Португалии тоже в первую неделю все пошли на пляжи, потом ввели чрезвычайное положение, и народ стали, как бы, ну, шугать, да, по улицам, полиция. В Англии периодически вываливаются все в парке. То есть, не то чтобы мы такие оригинальные люди, которые правила не слушают, но почему-то, как бы, очень тяжело контролировать большую страну, я это понимаю. Поэтому, наверное, не все, кто... Всем себя нужно начать. Всем нужно начать себя, действительно. Я бы не сказала, что если что-то изменилось, ну, как бы, что-то можно такое изменить, чтобы стало жить легче. Наверное, просто всем нужно немного думать побольше, и все. Давай последний вопрос по этой теме, по геополитической. Смотри, ты учишься в Лондоне, да, ну, а не, например, в Новосибирске. Ты очень любишь Россию, что неоднократно говорила, но вот последние годы в сборной ты выступала без зарплаты, получается, да, то есть ушла с таким... Ну, не то что скандалом. Последний год. Последний год, да, ну, в принципе, неприятная очень ситуация получилась. Вот насколько вообще ты в ладах современной России? С правительством? Нет, вообще, в принципе, со страной. Ну, просто я говорю, ты, например, учишься не в российском университете, да? Была вот эта история, что ты супер заслуженный спортсмен, который выиграл медали Олимпиады, чемпионатов мира, и вот такая вот концовка получилась, очень скомканная. А вопрос какой? Насколько ты в ладах с Россией? Насколько я в ладах с Россией? Ну, я с Россией в ладах, но как бы... Ну, да, ситуация... Система меня сломала. А что можно еще ожидать? Вы думаете, я сломаю систему, что ли? Такого не может быть. Поэтому просто я высунулась, меня засунули обратно. Вот и все. Вот все, что произошло. Да, у меня потом была очень большая депрессия и посттравматические всякие ситуации из-за этого. Я очень сильно переживала из-за того, что у меня теперь нигде ничего не получится, потому что получилось так в спорте. Потому что в спорте мне указали на дверь, сказали, кто я, типа я никто, смотря на всю мою работу. И я думала, что у меня так будет везде теперь, в новой профессии, что нет никакого будущего и нет ничего. Потому что я теперь на всю жизнь никто. Потому что в России, как бы, в последний год просто так себя повели со мной. Мне было страшно. Как бы, но с этим приходится работать, немного работать над собой и выявляется уверенность в себе вновь, пока ее кто-нибудь опять не сломает. Ну, посмотрим. Ну, будем надеяться, больше никто не сломает. Для тех, кто совсем недавно подключился и не понимает, что вообще происходит, Алена Заварзина рассказывает о своей жизни и вообще обо всем существует. Я говорю о геополитике. Да, я о геополитике, поэтому если какие-то вопросы кидайте, Алена с радостью на них ответит. Алена, давай тогда переключим тему, как и договорились, хватит геополитики. Смотри, вот когда, ну и мы с тобой разговор начинали, и когда, в принципе, в газетах про тебя пишут, и когда начинают представлять на телевидении, то первым пунктом идет чемпионка мира. Вот как ты сама себя бы сейчас представила, насколько тебе нравится, что вот именно вот через вот этот сюда идет заход, и, ну, это вот, получается, главное достижение в жизни пока что? Или ты так не считаешь? Ну, вообще, наверное, главное достижение в жизни – это бронзовая медаль Олимпийских фигур. И каждая медаль чемпионата мира у меня есть и бронза, и серебро, и золото. Плюс глобус. Плюс глобус, да. Ну, как бы, я считаю, что у меня глобус, конечно, главное достижение, но, ну, в принципе, у меня уже без разницы, как мне представляют. Ну, типа, ну, когда люди говорят, что я выступала на трех Олимпийских играх и с одной Олимпиады приехала с медалью, им, конечно, становится так, не по себе это слегка. Но, ну, наверное, так, да, что, типа, я Олимпийский спортсмен с медалью. Ты очень рано выиграл чемпионат мира, тебе 21 год, да, было? Это не фигурное катание. Да, это не фигурное катание. И хочется понять, насколько это вот для спортсмена вообще тяжело, потому что, ну, тут я много слышал рассуждений на этот счет, и считается, когда, ну, условно, ты ближе, там, к 30 выиграешь, что как-то тебе проще. Ты идешь, постепенно идешь, у тебя все время есть цель, а тут ты в юном возрасте, бах, покорил уже топовую вершину, на тебя сразу огромное давление, вроде новых, таких же вершин не так много, вот Олимпиады и Большой Христальный Глобус, да, и как-то, ну, вот, не все справляются с большими победами в юном возрасте. Да легче всего выиграть чемпионат мира в начале карьеры. Покажите мне того, кто выиграл чемпионат мира в конце карьеры. Это вот уже, вот это вот уровень, достижение. Потому что в начале ты, как бы, ты еще не знаешь поражений, и ты только вверх идешь. Потому что тебе очень легко, если у тебя начинает получаться, тебе легко верить в себя и думать, что ты на все способен, что ты не такой, как это, не, как это называется, когда ты неуязвимый, короче, вот. А потом, когда ты первый раз падаешь на дно своей карьеры, тогда вот гораздо тяжелее вернуться на пик, и этот пик может быть для каждого своим. Это может быть чемпионат мира или в зависимости от того старта, который ты посчитаешь для себя самым главным. Соответственно, я очень хотела выиграть чемпионат мира еще раз, но так и не смогла этого сделать. У меня остановилось там шаги, там, второе место, третье место. Но 21 год это было сделать не так уж сложно, потому что все шло, типа, прям пам-пам-пам. Типа, ты начинаешь, у тебя карьера там пошла, ты начинаешь выигрывать, ты такой вроде весь в форме, осталось немного, ты такой думаешь, вот сейчас, типа, немного приложить усилий, и все. И так и получается. У тебя так прям все как по маслу. А потом раз, и пять лет без побед. И что теперь с этим делать? От этого тяжело вернуться. Потом ты начинаешь думать о том, что ты средний спортсмен навсегда. И это просто тебе повезло один раз. А когда выиграла, у тебя какой-то там был хотя бы легкий звездничок? Да какой звездничок? Я связку порвала на следующий день. Отметила по-своему, да? Я выиграла чемпионат мира, а потом на следующий день у нас были еще, ну, как бы, в славан, да, то есть у меня гиганты играла. И потом с лалами была непогода, и я просто упала в яму на склоне и корвала связку, и все, конец истории. Смотри, вот, Олимпиада считается прям вот самым топовым событием, которое только может быть в спорте. Она такая священная корова, да, вокруг которого ничего нет. А после того, что случилось в Кенчхане, ты по-прежнему придерживаешься вот этой позиции? Ну, все-таки, вот, по-честному, Олимпиада это реально? Главное, что может быть в жизни любого спортсмена. Олимпиада для многих видов спорта — это главное, что может быть в жизни спортсмена, и это не зависит от того, что произошло в Кенчхане. Это просто так есть. У многих видов спорта нет больше возможности заявить о себе. Джо-джо. В общем, нет возможности заявить о себе. И, например, если мы говорим о баскетболе или о хоккее, то есть более значимые турниры. Или, например, если у вас есть гольф или теннис, да, даже, в принципе, фигурное катание. Хотя, конечно... Ну, нет, в фигурном катании все-таки Олимпиада тоже. Но для многих видов спорта, для маленьких видов спорта, типа сноуборд и некоторые другие... А Люнин пишет, что Кенчхан — дичь. Кенчхан — я люблю дичь. Я согласна. Я даже думать не хочу о том, что там было. У меня две недели пролетели, как будто бы их не было. В моей жизни вообще. Я просто с трудом помню. Ну да, что мы можем сделать, если у нас есть шанс? Только раз в четыре года заявите себе на весь мир, что мы вообще существуем, что такой есть вид спорта. И реально все в руках у тех, кто Олимпиаду делает. Олимпиада — это продукт. Они раньше делали... Раньше были интересны одни виды спорта, теперь другие виды спорта. Теперь их все миксуют, у всех равные права, разные возможности. Теперь они новые сексуальные виды спорта добавили, типа серфинг, скейтбординг, BMX и так далее. Теперь, значит, очень смешно смотреть на новую форму скейтбордистов, которую сделали для Токио этого года. То есть как-то берут красивый спорт, красивую, классную субкультуру и просто ее так вменяют и прям встраивают в систему. Это вот, конечно, очень интересно. Так же и со сноубордом, в принципе, было. Но нам грех жаловаться. Мы столько получили медики из-за Олимпиады, сколько бы никогда в жизни не получили, если бы мы туда не поехали. Ну да. Ну а про виды спорта, это просто, мне кажется, все время так мог стараться следовать вияниям времени. Потому что я смотрел программу недавно Олимпийских игр 1900 года, и там были, знаешь, перетягивания каната, прыжки в длину и высоту на лошадях. То есть вот тогда на лошадях было модно и популярно, вот как сейчас на скейтборде, то и включают. Ну да, да. Так и есть. Там всегда пересматривают повестку на следующие пять лет, как бы им привлечь больше денег в эту историю, как, типа, окупиться и так далее. И когда им говорят, типа, какой-то бизнес-план предлагает, в котором говорят, давайте заработаем денег больше так, а они говорят, как, какие деньги? У нас выше, быстрее, сильнее. Мы вольны. У нас любители. Алена, смотри, давай немножко про гениальных спортсменов, потому что, я знаю, ты читала много, ну, не много, но точно читала какие-то спортивные автобиографии. Вот. Я помню, как ты в одном из интервью рассказывала, что Лидечка, ее Лидечка или Лидецка, как правильно произносить? Лидечка. Лидечка. У нее немножко такой аутизм, да, есть? То же самое я знаю про фальшер. Я вот не знаю, это не как бы, это слухи вообще. Но она немного странная, да, она немного странная. Просто, смотри, ну, она немного странная. Есть Фелпс, которого по коридорам от бассейна вообще ведут до Мигзоны специальные люди, потому что он может заблудиться и потеряться. Вот так в Москве было, когда он на Кубок мира приезжал. Серьезно? Да, условно. Я его не виню, мне кажется, реально можно в коридорах заблудиться. Не, ну, прям реально с ним вот есть специальные люди, которые смотрят, чтобы он никуда ничего не запутался. У Байлс синдром дефицита внимания, да? А у тебя есть объяснение? Да, вот это вообще вот насчет синдрома дефицита внимания. Давайте мы сейчас все на скорость пересядем и будем тренироваться. То есть, как бы, понимаешь о чем я, да? Она потом говорит, что у нее это окей быть с синдромом дефицита внимания и как бы употреблять это ролл для тренировок. Давайте мы все сейчас на амфетаминчик пересядем и будем как бы херачить в зале. Я считаю, что это, конечно, прикол. У нас в России кто-нибудь тебе скажет дефицит внимания, они скажут, что ты симулируешь, иди тренируйся лучше. И вообще, даже если у тебя какой-то болезнь будет, никогда в жизни ты не получишь себе разрешение на препарат. Даже если это какая-нибудь астма. А у них типа, ой, блин, не могу сконцентрироваться. Ну, смотри, вот у Сирены тоже та же история синдром дефицита внимания. Я знаю, что ты ее очень уважаешь. Как-то поменялось отношение после того, как узнала, что у нее вот эта вот штука есть? Ну, мы не дискриминируем по медицинским показаниям. Медико-расизм, да, получается? Медико-расизм, да. Вообще, во-первых, весь мир не обязан знать, что типа, какие у тебя есть медицинские ограничения. во-вторых, ну, им повезло, что они живут в стране, которая очень удобно устроилась в плане работы с организациями международными, которые могут обеспечить тебе теми документами, которые тебе нужны, когда тебе нужно, а не как это происходит у нас. Я говорю это не потому, что Россия плохая, а потому что у нас очень тяжело удается договориться вообще о чем-либо медикаментозно с Международными Федерациями. Естественно, это просто факт. Ты никогда не получишь разрешение ни на что. Ты скорее умрешь быстрее, чем получишь разрешение на медикаменты. Ну, а к сирене я очень уважительно отношусь и ко всем большим спортсменам и даже к Лэнсу Армстронгу, которого многие там естественно осуждают за допинг и так далее. Я ни в коем случае не извиняю допинг, но это, во-первых, ну, это такая интересная тема, на самом деле, если говорят, что многие в велоспорте на допинге, почему он выиграл семь раз подряд, а не тот другой? Да. Я от велосипедистов, которые в то время выступали, слышал прям те же слова. Ну, вот действительно, а почему, как это работает тогда? Что, ты же не можешь вколоть в себя какую-то мега-мега-волю, которая там будет просто невозможно тренироваться, и так просто такая железная охватка будет. Я знаю, что просто, что я читала биографию Лэнса, и смотрела фильм, кстати, на Олимпиаде в Сочи, прямо перед, за пару дней до выступления, смотрела фильм, где, а как же назывался этот фильм про Лэнса Арашнега? Там, короче, была, там, в общем, было про, там вот эти кадры, про то, как к нему приезжают три раза в день, берут у него, как бы, пробы, да, как это его просто выносило ему мозг. На самом деле, он же просто, он, он из, как бы, он очень сильно хотел выбраться из нищеты, да, и выбраться, и свою маму, как бы, из нищеты поднять. Он жил в Техасе, да, в Остине, и, мне кажется, то, что у него такое прошлое, очень сильно его характер закалило, в плане того, что ему пришлось через многое пробиться, чтобы оказаться там, где он оказался. Плюс, как бы, извините, у него был рак, это после рака он выиграл Тур-де-Франс. Да я, господи, это невозможно, как он относился именно к этой болезни, то есть, как он просто вернулся, как бы, буквально из мертвых, с третьей степени выжить и потом еще вернуться, а вот, говорят, фильм лож называется, The Armstrong Lie называется, этот фильм точно, да. Мне вообще, по барабану, что он там, чем он пользовался, я просто снимаю шляпу перед его достижениями в плане, как в человеческом плане. Ну да, ну естественно, можно вон там, верю ли я в чистый спорт, там спросили. Да, я не знаю, на самом деле, как бы, верю ли я в чистый спорт. Ну да, наверное, верю. В том виде спорта, где это возможно, а там, где это невозможно, ну в сноуборде, да, то есть, ты как бы, я не знаю, чем нужно пользоваться, чтобы выиграть в сноуборде, ну и про другие технические виды спорта тоже можно такое же говорить. А виды спорта, которые, как бы, действительно, если, которые можно посчитать, да, то есть, которые ты можешь посчитать коэффициенты, которые будут уже, вот, вот есть вот твой коэффициент мощности, либо, как бы, либо большой, либо он небольшой, и от этого ты, как бы, ничего, ну, приложит и все усилия своего мозга, да, к тому, чтобы выиграть гонку, там, я не знаю, тайм-трайл какой-нибудь на велосипеде, либо у тебя есть мощность, либо у тебя нет мощности, если мощность наращивается препаратами, то есть, если тот человек, который нарастил мощность препаратами, то он, скорее всего, выиграет по статистике, и все. То есть, я говорю сейчас не про тур, а про, например, про какую-то короткую гонку, да, это немного... Ну, смотри, я не профессионал, то есть, книжку тоже журналистов, ты вот со стороны спортсмена, да, я со стороны журналистов расскажу, к нему, ну, многие претензии были, не только из-за того, что вот эта вот допинговая история, а именно из-за его поведения, и как вот он вот эту вот допинговую историю прикрывал. То есть, когда хоть кто-то пытался что-то наперекор ему сделать, не так, как он говорил в команде, там сразу же прям какие-то жесточайшие меры принимались, там, условно, один чувак что-то где-то как-то пытался сказать, я вот прям уже хорошо эту историю не помню, но я помню вот этот кадр, когда он вот так вот сделал, обгоняя его по ходу гонки, и потом у них же, ну, в велоспорте очень много зависит, в группе ты едешь или один, и вот этот вот парень, он такой тоже сильный был, и он постоянно пытался отрываться, Армстонгу уже было не надо, он какую-то многодневку выигрывал так по очкам, но он специально догонял его, смотрел на него, и опять вместе ехали. Потом тот опять отрывается, он его опять догоняет, ну, и типа показывал ему его место. Так он же, в принципе, говорил о том, что у него раньше вообще типа был такой, типа, неприятный в плане международных отношений в спорте, то есть он говорит, я раньше не понимал, что типа, если я, ну, как бы, если я подам руку вот этому, он потом мне тоже подаст обратно, как бы, он потом пришел к этому, это как бы не всегда было, но какая-то между собой, еще какой-то, это всегда везде есть, в любом индивидуальном виде спорта, особенно если у тебя есть команда, да, я не знаю вообще, в велоспорте это, наверное, очень тяжело, когда ты всю жизнь домистик какой-нибудь, есть какая-нибудь звезда, что ты можешь сделать, как это тяжело, сколько ты вваливаешь, и уверена, что примерно столько же, сколько звезда в твоей команде, но как бы, почему ты на том месте, на котором ты оказываешься, работаешь на кого-то, кто забирает все версийки и победы, наверное, ужасно тяжело, я не знаю, как бы тяжело попасть именно в их состояние, Вообще, я думаю, что велоспорт – это один из тех спортов, которые просто человек настолько безотверженно себя убивает каждый день на тренировках. И это нужно реально таким мазохизмом заниматься. Это как бы не во всех видах спорта. В сноуборде такого нет. То есть я всегда говорила, что у нас как бы по сравнению с другими видами спорта, типа с легкоатлетикой, лыжными гонками и так далее, релакс вообще. Естественно, бывает тяжело. Да, бывает тяжело. Бывает, ты там выплевываешь легкие на тренировках. Бывает. Да, типа вставать с утра в холод, мороз, долго кататься, болят ноги в ботинках и так далее. Все это, конечно, есть. Но настолько просто… Даже если ты будешь каждый день тренироваться по 100-500 часов, это не гарантирует тебе победу в сноубординге. Абсолютно вообще нет. Многие, кто больше меня катался и тренировался, и вкладывал, и жил только сноубордом, меньше меня взяли наград. И это нечестно по отношению к ним. Потому что это не зависит напрямую. Ну, это не только в сноуборде. И не только вообще, в принципе, в спорте. Ну, и не только в спорте, да. Да, жизнь не такая уж справедливая штука. А тем более теперь в моей новой профессии вообще непонятно. Ты хоть целыми днями работаешь, вообще непонятно, хорош ты или нет. Вообще тяжело. Мне тяжелее всего как бы не знать свой уровень работы сейчас. Я вообще не понимаю. Когда тебя никто не хвалит, не говорит, молодец, у тебя лучше, чем вчера. Или там хуже, чем вчера. И ты не знаешь, какие усилия приложить, чтобы стать лучше в этой профессии. Поэтому что делать? Что, кстати, про современное искусство думаешь? Помнишь же вот этот вот эпизод из «Один плюс один», когда они пришли как картина выбирать? И там вот этот вот чувак, афроамериканец там посмотрел, шит такое там у чувака просто кровь из носа пошла, а вы за этот десятку требуете. Ну, то есть там картину. «Один плюс один» кино. «Неприкасаемый» не смотрела? Нет. Классный фильм. «Один плюс один», да? Да. Но там был дедушка парализованный, и к нему пришел французский такой гопник из неблагоприятного района, и они очень сильно подружились. Как бы вот весь фильм на этом завязан на дружбе. А, «Антушабль» это называется. На французском, что ли, сказала? Да, по-английски он тоже называется «Антушабль» в этом фильме. Да, я смотрела давно, я не помню уже просто про что-то. Но смысл в том, что ты современное искусство понимаешь? Вот ты говоришь, что сложно оценивать сейчас. Я как бы... Это очень широкий термин «современное искусство». Понимаешь ли ты вообще искусство? Возможно, есть такой вопрос. Ну, так как у меня есть образование в искусстве хоть какое-то, да, и я могу хотя бы на него смотреть, и если я не понимаю, что происходит, я, скорее всего, задумаюсь, попробую понять. Но я как бы... Мне нравится современное искусство. Что-то мне не нравится, что-то мне нравится, у меня есть какое-то критическое отношение. Что-то я как бы могу понять и оценить, а что-то я понимаю, что очень сильно как бы за уши притянуто. В итоге ведь всё... Если художник сказал, что это искусство, значит, это искусство. Кто решает, искусство это или нет? Хорошее искусство или нет? Критики решают? Или, может быть, сам типа... Сам художник, который себя промоутирует, решает в зависимости, есть ли у него связи или нет? Как бы тут уже дело вкуса, да? Скажем, нравится мне или не нравится, и что мне нравится. Вкус всё-таки тоже развивается, он растёт. Если я начинала ходить в Пушкинский музей, и мне нравились импрессионисты, то потом мне начал нравиться русский авангард, и в итоге сейчас мне нравятся вообще, я не знаю, просто 3D-диджил какие-нибудь инсталляции там. Поэтому это всё, если ты больше времени в этом как бы тратишь и смотришь, что происходит в мире, то, возможно, ты начнёшь что-то понимать, или, возможно, ты начнёшь понимать, что тебе это не нравится. Ален, у нас с тобой время-то вообще незаметно проходит, минут 10 осталось максимум, поэтому давай перейдём к таким вопросам-ответам, которые приходили и вот здесь приходят, и которые мне писали. Вот один из них, то, что ты никогда не стеснялась говорить правду, ну, не правду, а то, что думаешь. И вот это, ну, так довольно чревато последствиями. Как ты вообще думаешь, это, в принципе, хорошее качество для человека или нет? Я вот верю, что это хорошее качество, наверное, потому что я не борюсь с этим. Я как бы останавливаю себя на полуслова, конечно, больше, чем раньше. Стараюсь не говорить лишнего и не думать, что то, что интересно мне и моё мнение, может быть разделено всеми, кто читает его. Я бы в своих друзьях хотела видеть людей, которые говорят то, что есть, правду, а не тех, кто увиливает и начинает красиво говорить ни о чём. Мне просто это не очень интересно. Конечно, я восхищаюсь теми людьми, которые могут просто уйти от вопроса и как бы... Много чего сказать, но не сказать ничего. Много чего сказать, но сказать ничего, да. Это я восхищаюсь такими людьми. Никто могут на вопрос ответить и какую-то свою повестку доставить. Это, конечно, прикольно, да, но я вот так не умею. Вопрос от адвоката Дмитрия. Видимо, с кем-то подвохом, может быть, вот ты поймёшь, в чём суть вопроса. Что лучше, тусовать со Шнуровым весь день или комплекс упражнений с камнем и бидоном? В данный момент упражнения с камнем и бидоном, конечно же, адвокат Дмитрий. Ждём ваших прямых эфиров о новых законах, о том, куда можно ходить, куда нельзя. Олимпийское золото в сноуборде или Нобелевская премия по физике? Ну, это тоже, я не знаю, это величайший, как-то самая большая начинка в своём направлении, в своём деле. Опять-таки, веришь ли ты в Нобелевскую премию, да? Но кто у нас же, наш математик, не взял Нобелевскую премию? Как его зовут? Слушай, я не вспомню. Кто знает, какой у нас математик, не взял Нобелевскую премию? Система Лёны выйдет в прямой эфир. Положить ему просто на Нобелевскую премию, поэтому он её не взял. Но, естественно, для меня... Ну, и в литературе такие были тоже случаи. Ну, это просто кто-то придумал, да, типа награду. Ну, да. Согласен ты с этими... Ландау, да, спасибо. Перельман. Вот Перельман, я про него говорила. Про Ландау я не знаю. Ну, вернее, я знаю его, но не знаю про его отношения с Нобелевской премией. А какую, говорят... Ландау, Ландау, Перельман, Перельман, Ненобелевская. Перельман, Ненобелевская. Математикам дают Нобелевскую премию. Спасибо. Идиотам пояснили. А от какой премии отказался Перельман? Скажите, пожалуйста. Спортсменам здесь. Все просто уже пешим. Перельман. Пальчиками набирают. Скажите, от какой премии он отказался? Бузову это музыка? Музыка? Господи. Господи, не спрашивайте меня такие вопросы. Еще такой вопрос из области был. Представь, что ты приехала на Олимпиаду, но альпийские дисциплины отменили. Тебе по-любому нужно выступать. Что ты выбираешь? Мне такие кошмары снились. Пегейр или слоуп стайл? Борд-кросс можно выбрать? Бери, а что нет? Я борд-кросс выберу. Это еще хотя бы как-то куда не шло. Потому что мне реально снилось такое, что я не могу ничего сделать в парке. И говорят, это, короче, расшифровывается тем, что у меня есть, как мой мозг решает проблему моей новой профессии. Типа, когда ты во сне решаешь проблемы, а потом это как стрессоустойчивость у тебя такая появляется. Я понятно объяснила? Типа, во сне здесь нет, что у тебя ничего не получается, а в жизни ты такой раз и смог. Сколько денег нужно, чтобы реализовать мечту? В зависимости, какую мечту. Иногда не нужны деньги. Зачем деньги, чтобы реализовать мечту? А какая у вас мечта? Деньги? Я не знаю. Просто вот такой абстрактный вопрос. Вот абстрактный вопрос. Я переадресовал. Еще из той же серии. Что важнее для девушки? Красота или интеллект? Блин, хороший вопрос. Не знаю, вы видите, мне кажется, красота важнее. Потому что, очевидно, интеллект добра не доводит. Если бы у меня был нормальный инстаграм с жопой и красивыми фотографиями на пляже, у меня хотя бы Спортэкспресс будет себе перепечатывала. А то они только Юлю Ефимову постят. Ревнуешь? Ну, как бы, это моя проблема. Я вот не справляюсь, видите? Поэтому, что вы меня спрашиваете, что для девушки важнее? Я вот только с бидонами могу заниматься и камнями. Вы тут меня спрашиваете. Слушай, ну я, насколько знаю, ты за всю свою карьеру ни в одной откровенной фотосессии участия не принимала и отказывала всем, кто тебе предлагал. У меня была одна съемка с Men's Health, но она была такая, типа, очень такая лайтовая. Один раз отказала журнал «Максим», но слава богу, ни одного адекватного результата креативно работы журнала «Максим» я за свою жизнь не видела, кроме глюкозы. Поэтому я просто оценила материал и поняла, что я не смогу настолько улучшить их работу, чтобы гордиться этим результатом. Поэтому я отказала. Все, сразу комментарии пошли. Это когда про купальники заговорили, Алена Твоевна лучше, чем у Ехимовой. Любимая, любимая тема. Слушай, а хайп это вообще, по-твоему, хорошо или нет? Вот у нас позавчера или два дня назад был такой же, вот как сейчас, эфир с Димой Губерниевым. Ну и он как бы прямо говорит, что без хайпа вообще ничего невозможно делать. И он сразу сказал, что пока он не начнет в эфире говорить... Губерниев без хайпа вообще нереально. Да, что там пока не слышишь говорить «жопа», что-то вот такое, там «самая сексуальная спортсменка», никто смотреть тебя не будет. Вот если ты сам себя назовешь в Инстаграме «самая сексуальная спортсменка», то так тоже сработает. Вообще говорят же, неважно, что про тебя говорят, плохо или хорошо, главное, что говорят, да? Поэтому, в принципе, кто в медиа разбирается, скажет, скорее всего, что хайп очень важен, да. Важен ли он для каждого человека по отдельности, это тоже другой вопрос. Важен ли он для меня? Похоже, не так важен, как надо. Не так важен, как, возможно, было бы хорошо, чтобы... Короче, как это объяснить? Если бы для меня он был более важен, у меня, наверное, было бы больше подписчиков, больше фотографий, я бы не уехала в Лондон учиться на граф-дизайн и не забила бы на Инстаграм, например, как я его сделала. У меня контента не было полгода вообще никакого, потому что у меня как бы вообще нет желания само себя фотографировать и меня еще говорить. А если к тебе поступит вот сейчас какое-то предложение вот по поводу съемок, насколько это вообще реально? По поводу хайпа? Ну, какие-то таких съемок, которые ты потом можешь течение каждый месяц выкладывать по фотокарточке, срубать кучу лайков и... Да, ну я могу пойти тоже пофотографироваться красиво, и что теперь мне? Выкладывать красивые фотографии себя, типа вот так, вот так, на диване, там стоя, там синяя... Многие за счет этого живут. В прихеде. Да, с бидонами. С бидонами, без бидонов. На улице. Делать вид, что я ищу Uber, что я кому-то звоню, что я, типа, потерялась, да, вот это все, типа, иллюзия, кажется, красивой жизни. Меня бесит вообще такая тема. Я просто... Ну, короче... Если вы, конечно, можете меня поймать на слове, да, если я буду выкладывать фотографии в себя, вы скажете, что тебе даже бесит эта тема. Бесит эта тема, но приходится делать. Иногда хочется словить какого-то... какой-то валидации. Но блогинг, вот этот вот лайфстайл, вся эта история просто... Просто против вообще, против меня. Я прям против моей системы ценностей. Не могу заниматься такой фигней. Ты за настоящесть, искренность. Ну, да, ну, типа, ну, заведите жизнь. Ну, идите, как бы... Если у вас классная, интересная жизнь, вряд ли будете тратить время на Инстаграм. Многие, типа, не сфотографировались на встрече, значит, не встретились. Для меня это настолько... Да-да-да-да-да. Для меня это настолько просто... До сих пор я обращаю на это внимание, что, как бы, это прикольно, если у тебя есть свой фотограф, который постоянно обеспечивает тебе контент. Хороший контент — это хорошо. Я, как бы, не против, да? Мы, как бы, я и сама контент люблю поделать другим. Но жить ради контента, для чего? Чтобы потом сказать, что ты провел 10 лет своей жизни в Инстаграме, типа, где ты был с 20 по 30 лет? Ну, в Инстаграме вот тегался, там, хэштеги себе ставил, контент делал, хайп ловил, тик-ток записывал. Ну, в чем, гоните, как бы? Ну, реально. Заведите жизнь, на прогулку сходите вокруг дома. Ален, у нас час к концу подходит. Смотри, я думаю, справедливо будет, если ты выйдешь в эфир вот с человеком, который про Перельмана написал. Ну, я не знаю, о чем мы поговорим. Он просто задвинет, наверное, меня с моим маленьким спортивным интеллектом. Слушай, ну, может, он со словарем сейчас сидит, и как раз успел. Нет, ну, нет, давайте не будем выходить в прямой эфир, но он, как бы, нет, я ему, как бы, спасибо за комментарий, потому что мы спросили, вы ответили, спасибо большое. Мы были не в курсе, вы нас в курсе. Просветили. Да, просветили. Теперь мы будем немножко что-то знать. Да.